привет всем и вы снова на канале хочу все знать и с вами я элла сегодняшнее видео будет о знаменитых мистиках мира желаю вам приятного просмотра нострадамус michelle de notre dame также известный как нострадамус знаменитый своими пророчествами французский фармацевт и химик нострадамуса пожалуй можно считать самым широко известным предсказателем в мире однако несмотря на всю популярность его предсказания довольно туманны а существенная часть и вовсе специально зашифрована есть мнение что нострадамус зашифровал их в ответ на выпады общественности которая обвиняла его в шарлатанстве а всю туманность объяснял тем что не желает нанести возможный вред для настоящего и особенно будущего нострадамус предсказал необычную смерть кара генриха второго смену династии романовых французскую революцию сталинский режим и даже собственную смерть большинство его предсказаний до сих пор остаются неразгаданными ванга баба ванга евангелия пандева гуштерова слепая болгарская предсказательница ванга не только была способна заглянуть далеко в будущее она оставила предсказание до 3797 года но и обладала даром точечно определять заболевания людей и направлять просителей туда где те могли найти избавление от как говорила сама ванга в предсказаниях ей помогают невидимые существа природу которых она не в состоянии объяснить ее племянница утверждала что это были души умерших или когда тени могли дать ответа некий нечеловеческий голос ясновидящая предсказала смерть джона кеннеди принцессы дианы индирой ганди окружение американского президента узнав о пророчестве усилила охрану но это не помогло после свадьбы дианы с принцем чарлсон ванга заявила что этот союз погубит принцессу самым удивительным было предсказание для премьер-министра индии индиры ганди за 15 лет до ее гибели ванга увидела девушку в огненно желто-оранжевом платье но имени ее не назвала в день покушения индиры надела оранжевая саре и была застрелена собственными телохранителями есть сведения что экстрасенс предсказала кончину иосифа сталина из-за чего вангу поместили под стражу в софии когда пророчество сбылось ясновидящую отпустили многие факты жизни деятельности предсказательности до сих пор окутаны тайны она остается одной из самых знаменитых и загадочных женщин двадцатого века кассандра кассандра была дочерью царя приама и не один раз пыталась предостеречь от гибели свой народ но троянцы не верили ей из-за того что не могли вообразить гибель столь сильного и могущественного города слова провицательница пыталась даже убить париса поскольку видела что он станет причиной войны из-за того что предсказание кассандры несли по гибели отец запер ее в башне где ей предстояло наблюдать как рушится прежний мир уже после падения троя кассандра стала рабыни а затем и наложниц царя агамемнона у них родилось двое сыновей один из которых принял смерть от руки своей жены как и предсказала дочь приама кассандры удалось предвидеть собственную кончину вместе с супругом и сыном во время праздника в мекенах вольф мессинг вольф мессинг сразу пришел к монетизации своего дара будучи советским эстрадным артистом он выступал с номерами по чтению мыслей предсказатель утверждал что еще 15-летнем возрасте общался с эндштейном позже мессинг заявлял о встрече с гитлером и сталином но достоверных подтверждений этим фактом нет книга мессинга я телепат сталина впервые выпущены в 1990 году рассматривается как реальная биография предсказателей кроме того были выпущены его дневниковые мемуары я пророк безотечества магия моего мозга в 1937 году когда адольф гитлер уже стал рейхсканцлером и лишил евреев гражданских прав мессинг в одном из варшавских театров предсказал гибель гитлера если тот направится на восток уже в союзе выступая в новосибирске предсказатель выдал дату окончания великой отечественной войны мессингу задали вопрос когда все закончится и наступит мир на что он ответил фашистов наша страна одолеет 8 мая другой раз на подобный вопрос вольф григорьевич заявил что в 1945 году еще одно известное предсказание мессинга касалось василия сталина по его словам он сообщил сталину о крушении самолета на борту которого будет его сын со спортивной командой в итоге василия убедили пересесть на поезд авиалайнер все-таки разбился мария ленорман мария анна дэлаида ленорман французская прерисательница и таролог ленорман родилась дефектами одна ее нога была короче другой а плечи перекошенные из-за этого из странных наглонностей дочери родители отдали ее в приют при женском монастыре в 1790 году вместе со своей подругой ленорман открыла гадательный салон где читала посетителям карты предсказывала судьбу с помощью астрологии кроме карт она гадала по цветам запахом по форме головы и капли крови в воде практиковала нумерологию хрустальные шары и хиромантию после множества сбывшихся предсказаний вместе с оглушительной популярностью к ленорман пришло и тяжеловесное прозвище черная мария честь нее была названа колода ораку ленорман вершиной карьеры марии ленорман стало консультирование наполеона бонапарта а затем его супруги жосефины все началось еще когда молодой офицер бонапарт впервые посетил ее бутик одетый в простую форму и плащ он попросил гадалку сделать ему расклад на картах мария подняла на него свои ясные карие глаза и громко сказала молодой человек вас ждет великая карьера вы станете императором 1843 году мадемуазель ленорман умерла по другим святениями и убили задушили во время очередных волнений в городе слишком много было у нее недругов от нее остались книги воспоминаний елена петровна бловацкая мистик медиум и пророчица загадка 19 века елена петровна бловацкая один из величайших мистиков всех времен и народов хотя бы уже потому что ни одна женщина не оказала такого колоссального влияния в том числе и на мужчин не будучи наделенной телесной красотой с 1848 года по 1875 год она совершила практически трехкратное кругосветное путешествие но знаменита не этим осознанной ею теософии русская путешественница и оккультистка утверждала что она узнала секреты потерянных цивилизаций и тайных обществ она была контактером с неземными цивилизациями когда она ушла от мужа она переехала великобританию и там у нее состоялся физический контакт с представительностью планеты и слэр а потом последовали астральные контакты кроме этого она контактировала с представителями нескольких плазмоидных цивилизаций бловацкая на самом деле умела делать удивительные вещи она могла перемещать предметы в пространстве поделизировать вещи в воздухе заставлять появляться звуки и запахи сегодня елена бловацкая остается несколько забытой фигуры а ее книжки хотя и читаются но уже немного устарели но несколько вещей однако после нее осталось а это популярность идеи реинкарнации и цикличности среди европейцев обновление легенды об атлантиде создание мифа о лемурии а также убеждение людей о существовании забытой истории и необходимость научного исследования явлений связанных с человеческим сознанием распутин один из самых загадочных персонажей в истории россии распутин приближенных семей николая второго чая жизнь была полна эксцессов и политических заговоров говорили что он был настоящим посланником бога чем например императрица александра никогда не сомневалась постепенно мистик обрел огромную силу и влияния несмотря на свои обычаи и вульгарное поведение от которых он никогда не отказывался оставаясь при дворе ему удалось превратить александр в настоящую марионетку а сам николай второй прислушался к любому его совету о нем говорили что мог исцелять руками и что он посланник бога ходили даже слухи что блеск исходящий от глаз распутина был способен гипнотизировать людей которые подчиняясь любому желанию или просьбе мистика были те кто оставлял абсолютно все чтобы следовать за ним смерть распутина окутана такими же неоднозначными тайнами как и его жизнь известно что после как власть старца над императорской семьей стала практически безграничной персональный состав правительства вызвал резкий протест всего общества и в среде императорского окружения возник заговор против распутина в декабре 16-го года муж императорской племянницы князь феликси супов политический деятель владимир пушкевич и дворные браты императора николая князь дмитрий романов пригласили распутина в особняк юсупова для встречи с племянницей императора известной петербургской красавицы пирожных и напитках поданных гостю содержатся нестыкали однако яд не подействовал тогда заговорщики решили использовать стопроцентное средство юсупа выстрелил в распутина но ему снова удалось спастись когда он выбежал из дворца его встретил пурешкевич и великий князь которые в упор застрелились в торца по данным источников и это не сразу убило распутина он еще пытался подняться на ноги когда его связали засунули в мешок с грузом и сбросили в пророк позже вскрытие показало что старец уже будучи на дни нивы отчаянно боролся за свою жизнь но в конце концов захлебнулся он был похоронен у часовни императорского дворца царском селе эдгар кейси эдгар кейси приобрел широкую известность как мистик целитель и медиум очевидцы утверждали что многие его предсказания были сделаны в состоянии транса из-за чего он получил негласное имя спящий пророк при этом американец с удовольствием излагал свои мысли для хроника каши предназначавшийся для любителей философии духовных поисков именно эдгар кейси безошибочно предсказал экономический кризис 1929 году а затем небывалый подъем промышленности 1933 году в 1932 году медиум заявил что ближайшие годы у избранного по библии народа появится свое государство так через 16 лет после его слов на картах мира возник израиль и началось переселение еврейского народа прорицатель даже предвидел распад ссср советская власть потребовала запретить любое упоминание о медиум из-за чего русские люди узнали о кейси уже после падения железного занавеса дорогие друзья на этом я заканчиваю пришло время прощаться пожалуйста не забудьте поставить лайк если вам понравилось подписаться на канал или оставить комментарий все это необходимо для продвижения канала благодарю до скорых встреч пока пока